Передумал обжаловать подозрения. Речь идет об эксглаве Южного управления капитального строительства Василия Ракули. Его подозревают в вымогательстве миллиона долларов взятки. Ранее адвокат Ракулы Игорь Юлашвили подал жалобу на сообщение о подозрении. Разбирательство длилось долго, не обошлось без отводов и затягивания процесса. Кроме того, большую часть заседания Игорь Юлашвили выступал против присутствия работников средств массовой информации. Впрочем, не удалось. Мои коллеги все это время следили за процессом. Юлия Лабурак расскажет больше. Адвокат Василия Ракула вновь не явился на судебное заседание. Однако на этот раз Игорь Юлашвили направил в суд заявление. Сам подозреваемый Василий Ракул не смог объяснить причины такого заявления. Как и рассказать, почему адвокат не явился. Прокурор оставил вопрос на рассмотрение суда. Напомню, рассмотрение жалобы на сообщение о подозрении длилось несколько месяцев. Адвокат Ракула Игорь Юлашвили не раз пропускал заседание и просил их перенести. 12 ноября Юлашвили все же пришел. Впрочем, сразу заявил об отводе судей Донцова. На том, по стороне захисту судей Донцовим, на порушення вимог статті 306 КПК Украины, справа не розглянуто по визначенному закону строку. Мы сказали про то, что по суда и доступу до правосудия, но все отложения, кроме самого первого, где у нас была неявка прокурора, и другого, где мы провели полное судовое заседание, и нам нужно было выбраться військового прокурора. Однако от объяснения адвокат подозреваемого отказался. 16 ноября отвод судей Донцова удовлетворили. А дальше автоматизированная система назначила нового судью Андрея Науменко. Рассмотрение жалобы начали заново. Защитник Ракула пытался отменить сообщение о подозрении. Мотивировал это тем, что документ составили якобы заранее, вручало ненадлежащее лицо и тому подобное. В свою очередь прокурор Арсений Протасов выступил с разъяснениями и заверил. Нарушений закона не было. Сторона защиты зачитала протокол допроса подозреваемого. Судебное заседание перенесли, но в этот раз по просьбе прокурора. 10 декабря Арсений Протасов зачитал копию протоколов об аудиоконтроле. Начали с разговоров посредника, вероятно, второго подозреваемого в вымогательстве взятки, экс-детектива НАБУ Романа Ковтуна с пострадавшим. Речь шла якобы и о конкурсе, и о денежном вознаграждении за победу в нем, и о самом Ракуле. Вот смотрите, что он пишет, скажем, посредник. Полученное разрешение курсовета 250, когда строим номер 250. Подробный, скажем, ну да, вот посчитайте, как сумма выходит. Еще 250, еще 250. Посредник, скажем, это у нас миллион. Четыре по 250. Подробный, скажем, да. Это по 250, да. И вот залучаем договор, поручение на получение застройщиков разрешительных согласовных документов, согласовательных документов на строительство. Еще один миллион. И подальшему подрепила запыта. Вы мне объясните, вот эти два миллиона, это что? Это расходы, которые Минобороны должны были брать на себя? Посредник каждой. Это расходы, которые идут в Сворсовет, как он мне объясняет. После прочтения деталей разговоров посредника и потерпевшего, прокурор перешел ко встрече Ракула и потерпевшего. У нас уже объявление об аукционе готово. Подрепилы задают питание. То есть проходит изначально аукцион, наш обедозвенный Ракул каже, да, мы сразу делаем аукцион. Это Ракул же делаешь? Да, это лично Ракул. Мы сразу делаем аукцион. И все после него подписываем. Еще никаких негласных не было. Есть результаты проведения аудиоконтроля за членом злочином, но лишь детально, что касается прямой участи Ракула, указанной при направлении, они будут долучены к материалу судового справа. Далее судья Андрей Науменко предложил сделать перерыв. На следующем заседании с объяснениями и возражениями должны были выступить Василий Ракул и его защитник. После этого уже судебное решение. Впрочем, адвокат не пришел ни 13 декабря, ни 17. Ракул заверил, защитник болеет, но справок так и не предоставил и снова попросил отложить рассмотрение жалобы. До сих пор. Напомним. По данным следствия, Ракул и экс-детектив Набур Аман Ковтун потребовали миллион долларов у руководства строительной компании. В обмен гарантировали победу в тендере на возведение жилья для военнослужащих и членов их семей в Одессе на улице Рассвета 47А. В настоящее время Ракул находится под личным обязательством. Ранее он внес 10 миллионов гривен залога. Досудебное расследование должны завершить до 23 января 2022 года.